Встречное мнение Поездов и автобусов, что в принципе позволило побыть в центре города, в восточных районах, ну как восточных, населенных людьми из Турции и Ближнего Востока, где можно было послушать разные истории, сидя попивая кофе, поспрашивать разных людей. А как вы помните, наша сегодняшняя тема – это визит президента Турции к президенту Украины. Это вот вы можете посмотреть, как это было. В общем-то, конечно, с такой сочувствующим лицом президент Эрдоган пожимают руку Владимиру Зеленскому. Ну, как вы видите, это очень уставший человек за фактически уже сегодня воскресенье. Ну, наверное, вот завтра, послезавтра 180 дней, друзья, этого ада, я бы так сказал, который происходит на территории вообще этих двух стран. Это просто что-то умопомерчительное. Но давайте же вернемся к совсем другому, вернемся к тому, зачем президент Эрдоган решил сделать вот такой ход, приехать. И кто помог это сделать? Наверное, вы сейчас видите, что явно видно очень важный вопрос. Просто это Запорожская АЭС, и, в общем-то, президент МАГАТЭ и Гутьерреш, председатель ООН, вынуждены просто коснуться были этого вопроса, да, как это случайно. Ну, и ближайшая страна, которая может быть буферной прокладкой – это Турция между Украиной, Европой и Россией, да. Между Россией, которая, в общем-то, страна азиатских варваров, да. И так далее, как ее ласково именовали уже давно еще при Елизавете I, когда царь Иван Грозный писал ей о том, что, как же он написал, очень неправильно трактуют историки эти письма. Он писал ей, что ты… ладно, не будем сейчас вспоминать. Речь шла о том, что ты девка обычная и своему двору не хозяйка. То есть тебе надо договариваться с парламентом о том, чтобы в своей стране. И имелось в виду, ты девка обычная, то есть ты не государыня, как он государь, государь, владелец всего, да. Ну, мы коснемся сейчас другого. В общем, Эрдоган приезжает под эту всю поляну для того, чтобы объявить Владимиру Зеленскому после нескольких встреч с Владимиром Владимировичем в Иране. И вообще, вы сами понимаете, Восток дело тонкое, несмотря на те так называемые мнимые, я бы сказал, ну как сказать, вынужденные жертвы отношений. Тот злосчастный Су-25, подбитый ИГИЛом и, в общем-то, не отбитый турками у… Ну и, друзья, я хочу напомнить о той долгой дружбе Владимира Владимировича и Реже Паттаипа Эрдогана. Если вы, конечно, не помните, то, в общем-то, дружбе это очень давно. Ну, и вопрос, который решается издревле, это, простите, то, что Турция пытается влиять на Карабах, назовем так, и вся вот эта тема. А потом, друзья, если вы помните, то вместе с сирийским конфликтом у Турции появилась возможность влиять на невероятные, друзья, события в этом регионе. И, в общем-то, она стала ключевым игроком. А сам президент пережил, по-моему, какое-то одно покушение, все-таки говорили. И вот этот вот несостоявшийся переворот, друзья, в котором главную роль, как вы помните, они выразили Российской Федерации за помощь в информации. А откуда могла знать Российская Федерация о том, как двигается дело к перевороту, если основные игроки переворотного процесса для Турции, это был Фейхуа Гюлен, которого вся сеть находилась давно в Америке, которая не выдавала Турции, простите, его на многие требования самого даже Эрдогана. И, в общем-то, потом это как бы считалось местью. Ну, какая же это месть, когда так разыгрывается карта, Турции придается огромное значение. А потом началась, друзья, вся катавась с Сирии. Так вы вообще помните, какие караваны стояли нефти из Сирии в Турцию? И я хочу вам напомнить, если это сейчас найти можно. Ну, вы понимаете, какие деньги там были? Поэтому Эрдоган это ближневосточный такой вот самый ближний партнер Владимира Владимировича, уже давний. И даже вся эта игра, то, что он в НАТО и подвели там самолет и прочее, это, знаете, как бы Восток дел тонкое. А в Америке это знают лучше нас, а Турция в НАТО. Да? Ну вот, это про них. И коснемся того, что это последние вот эти все встречи говорили о том, что происходит некий договор, сговор между Эрдоганом и Путиным, который вполне был уже заранее предрешен. Просто сейчас это все оформляется в некие договоренности. И вот Эрдоган приезжает к Зеленскому, встречается во Львов. Вот с этим, да, ситуация, это как будто лавочник с помидорами приехал вот к военному, у которого патроны, в общем-то, уже наперечет к его автомату. И вот они о чем-то договариваются. О чем они могут договариваться, друзья? Только о том, что президент Турции говорит Владимиру Зеленскому, что есть вот такие условия у Владимира Путина. Он берет некую ответственность за то, чтобы это все так осуществилось. И, так сказать, такое коммунике было о том, что если Украина не хочет останавливаться на этих донецких, луганских территориях, мариупольских и уже, как видимых, херсонских, то Россия просто заберет все и Одессу и дойдет до Приднестровья. То есть оставит Украину с Киевской, без Харьковской, с Львовской, Тернопольской областями. И, в общем-то, в свете того, что западные партнеры сейчас не поставляют то количество вооружения, а вернее силы вооруженной Украины так израсходовали хорошенько все боеприпасы и так успешно делают некоторые свои операции с помощью новых РСЗО «Хаймарс», о чем Алексей Арестович буквально, вернее, в канале Марка Фейгена «Фейген Лайв». Они постоянно встречаются, там есть иногда что посмотреть. Ну, сейчас, конечно, становится достаточно скучно, ибо это день за днем одно и то же уже превращается в некое комическое шоу на фоне реальной войны. Ну, коснемся, Арестович сказал о том, что если бы им сейчас иметь 60 хаймарсов, они бы просто отбили все, где сейчас находятся русские. И, в общем-то, для гаубиц, которых примерно 200 штук, как он выразился, они очень нежные, постоянно кто-то в обслуживании, в ротации, нужно как минимум тысячу, я думаю, он не сказал, боекомплектов. Он выразился аккуратно, тысяча боеприпасов. Ну, то есть, я думаю, боекомплектов, и тогда бы они могли вести очень-очень-очень серьезное сопротивление, или даже погашение неких боевых точек или порядков противника, ну, в своем случае. Ну, вот на этом фоне, друзья, Эрдоган предлагает Зеленскому сделать выбор. И, в общем-то, это одна из самых интересных, действительно, новостей, которые не обсуждается. Да, обсуждается, что Эрдоган хочет выборы, хочет закриминовать. Там Белковский говорит, что он хочет премию мира себе получить, Нобелевскую. Ну, какие-то такие, знаете, просто очень шахматные, как бы сказать, ходы, или предвиденные ходы для таких весьма осведомленных и весьма, я бы сказал, профессиональных политологов и прочих аналитиков, как Белковский, как тот же Венедиктов, который внимательно слушает Алексей Алексеевич. И, конечно, под эгидой своего такого нейтрального положения очень красиво плавает между Западом и российской элитой. Ну, в общем-то, пусть он хотя бы это делает, а не какая-то толпа, ибо смотреть, наверное, телевидение, которое транслируется по территории Российской Федерации, ну, мне повезло, я просто не смотрю. Но некоторые говорят, что это просто, как говорится, постоянная череда одних и тех же событий. Так вот, друзья, что-то я немножко выпал из темы. А, и удалось мне поговорить с турками в разных кафе, в разных вот этих вот шишах, то есть где курят кальян, где дают какую-то вкусную турецкую еду, о настроениях турецкого общества, о том, что у них-то была вот эта огромная 80-процентная инфляция, об настроениях про Эрдогана. И, в общем-то, несмотря на все какие-то ухищрения, все принимают решение, что нужно быть с Эрдоганом, и нужно, правда, быть этим восточным партнером, ближневосточным, который может себе позволить лавировать между теми или иными государствами, защищая интересы, в принципе, построение своей Османской империи на этих широтах. Ах, да, друзья, забыл, главное-то гуси-лебеди. Это ж сколько придет турецкого бизнеса на те земли, которые заберет Путин в сельское хозяйство. Явно за такую поддержку доля будет, и она уже обсуждена, да? Я надеюсь, вы и без моих этих советов об этом догадываетесь. Говорит. А также, смотрите, дальнейшее я вам расскажу еще много интересного, друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok